Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Карина Саяхова. Гавриил Державин, русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель, прошедший путь от рядового гвардейца до министра юстиции Российской империи. Дорога его началась еще в Казанской губернии. Сегодня на его малой родине, под его именем, в Казанском федеральном университете проходит международная конференция. Державинские чтения. Все подробности расскажем далее. Торжественная церемония открытия конференции прошла в императорском зале Казанского университета. Открыл мероприятие президент республики Татарстан Рустам Мениханов, который подчеркнул, наследие Державина, его литературные и юридические труды важны с точки зрения развития родного государства и способов совершенствования его правовой системы, а также правового просвещения граждан. Сегодня Татарстан один из динамично развивающихся регионов страны. Реализуемые в республике крупные инвестиционные проекты задают высокий уровень жизни. Большую роль в этом, несомненно, играет наука. Уверен, конференция создаст стимулы для дальнейшей успешной научной работы и эффективной правоприменительной практики. Внесет вклад правовые и литературные исследования, в том числе работ Гавриила Державина. Конференция «Державинские чтения» проходит в Казанском университете уже в шестой раз. Об этом рассказал ректор Ильшат Гафоров. Он отметил, что в этом году конференция посвящена трансформации социальной и правовой действительности в современном мире. Ильшат Гафоров подчеркнул, что выбор темы не случайен. Проблематика научно-практической конференции нынешнего года достаточно разноплановая. Это и цифровизация правосудия, и искусственный интеллект, безопасность, комплайнс, вакцинация и киберизация, онлайн-образование, удаленная работа и многие другие актуальные вопросы сегодняшнего дня. Также в рамках церемонии открытия конференции приказом Минюста России медалью Гавриила Державина наградили Ильшата Гафорова и серебряной медалью за содействие наградили первого проректора Рияза Минзарипова. Отметим, что трансляция церемонии для студентов-участников конференции прошла в концертном зале Уникса. В торжественном открытии Державинских чтений также приняли участие ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, который затронул в своем выступлении тему о намерении ввести бессрочную аккредитацию для высших учебных заведений. По его словам, действующая модель аккредитации уже устарела. Мы, три новеллы, которые ликвидируют вот эти проблемы, связанные со стрессом, который испытывают высшие учебные заведения, когда наступает процесс аккредитации. Мы вместе с рабочей группой, вместе с экспертами, вместе с вузами все-таки добились. 30 мая должно состояться третье чтение. Закон будет принят. И с 1 марта мы будем жить в ином вообще формате правового регулирования в этом вопросе. После торжественного открытия конференции стартовало пленарное заседание. Отметим, что участники и гости конференции также возложили цветы к памятнику Державину, который находится в Лицком саду. К слову, Державинские чтения проводятся совместно с Российским государственным университетом юстиции. Завершится конференция 26 мая. Диана Желенкова, Фаридзахит Аглы, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин